всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука по прежнему 21 апреля сейчас я буду делать вторую подвязку у томатов которые я высаживала для супер раннего урожая но перед этим я немного общих слов скажу чтобы вы понимали вот сейчас я показывала крайний ряд только сегодня первый раз поставила колышки буду подвязывать этот ряд а он был высажен позже немного отстает этот ряд у меня на один раз подвязан второй раз пока я не буду подвязывать высаживала вторую очередь тот ряд который высаживала в первую очередь и на 1 уже у меня был подвязан и пропасанкован он требует у меня вторичной подвязки сейчас расскажу для начинающих что для меня служит сигналом для того чтобы подвязать второй раз первый раз когда я подвязывала я сказала что первый раз у меня подвязка всегда одинаковая подвязываю под под вот этим раздвоением то есть под тем местом где главный ствол и лидирующий пасынок он расходится и тут же цветочная будущая плодовая кисть вот под этим местом под этой рогаткой под этими цветочками я прихватываю и подтягиваю почему именно в этом месте потому что до этого обычно он идет ровно 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 но и там никаких проблем а тут он сразу разветвляется еще тут будет тяжелая кисть и ей нужна поддержка вот именно в этом месте где будет тяжелая кисть я подвязываю не помню сколько времени но однако неделя всего прошла и тут же у меня образовалась ситуация что нужна вторая подвязка потому что вот этот лидирующий пасынок то есть второй ствол и основной ствол они сильно начали расходиться в разные стороны и при такой ситуации вот это вот одна вот эта ветка ну как или ствол или пасынок он сейчас вырастет и он будет уже сюда вываливаться в проход и он будет мешать мне нужно сейчас пока они молодые пока они гибкие стянуть их вместе и закрепить к этому колышку чтобы весь томат не разваливался не разлопушался а чтобы он весь на все в протяжении был четко зафиксирован на этом колышке и получается что первая подвязка у меня под первой кистью а вторая подвязка будет как раз под следующей кистью я сейчас подвяжу и тут же вот рядом кисточка она зацветет и будут плоды и тут тоже вот сейчас на этих томатах у меня три кисти на основном две одна цветущая другая в бутоне и на вспомогательном на лидирующем пасынке тоже одна и вот смотрите эти два ствола но их потом уже летом не обязательно различать будут два ствола и все у них разница всего в одну кисть то есть вот это первая цветочная кисть дальше они будут идти но не очень красивое выражение но я скажу они будут идти ноздря в ноздрю вот этот образовал кисть и этот образовал потом он еще раз образует главный ствол там тоже еще раз образуется я хочу сказать что когда на главном стволе будет три кисти плодовых а на вспомогательном на лидирующем пасынке будет 2 5 кистей вот для такого крупноплодного томата как ботяня порой этого бывает достаточно потому что растению больше пяти кистей если плоды будут крупные огромные ему все равно не выкормить но это я буду смотреть потому что тут еще бывает всякое вы знаете что могут не все цветы опылиться может быть сильно жара будет или наоборот какие-то неблагоприятные условия тогда если какой-нибудь кисть или в кисти будет мало или не очень крупная какую-нибудь кисть мы потеряем тогда можно еще оставить и шестую но до этого нам далеко нам сейчас нужно уяснить что когда вот так вот они уже развалились и они уже начали как бы свободно вот это даже не очень хорошо сейчас если открывать на сквозную и начнется ветер он начнет вот эти ветки трепать вы видите что у них нет опоры обязательно сейчас я их вот так закреплю и эта ситуация не на одном вот мы сейчас пройдем по другим видите тоже вот это вот рогатка она прям в разные стороны и у следующего также я туда дальше не пойду и по количеству кистей вот оно идет все один в один у всех цветущие на основном и 2 в фазе бутонизации на основном и вспомогательном цветы конечно на первых кистях они все очень крупные но не нужно путать их с махровыми это не махровые не срочные это просто у крупноплодных томатов на первой кисти вы знаете что самый крупный плод и вот эти конечно самые крупные плоды они образовываются вот таких с огромных цветков все сейчас я подвяжу и покажу вам как получится у меня вот я подвязала и оказалось что весь куст подтянут колышку но тут я вам несколько нюансов должна особенно для новичков напомнить если первый раз мы подвязывали и тут эта кисть она была свободна мы ее вообще не касались то когда второй раз мы подвязываем нам нужно быть очень осторожно чтобы не куда-то вот эти вот видите бутончики чтобы нам не повредить вот эти бутончики чтобы нам куда-то не засунуть их туда где они цветы не распустятся вы должны подвязывать так чтобы они в свободном состоянии вот так вот висели и чтобы цветы спокойно распускались и еще подвязываю также восьмеркой от первого от первого подвязывания ничем не отличается вот видите петлю захватываю только там первое подвязывание там был один стволик здесь оба ствола захватываю в петлю колышку и потом еще одна большая петля два ствола вот этих и все у меня видите вот они все цветочки наружу вот они цветочки вот они когда он продолжит расти дальше вот этот стволик они цветы получатся как сбоку выпадут и все нормально будет зависть подвязки 2 даже когда мы связываем два ствола ничего сложного нет просто осторожность тут никакая спешка не может быть никакой не торопливости не суетливости не должно быть прямо осторожненько нежненько вот как как такую хрупкую хрустальную вазу мы должны вот с этими с цветочными кистями и с бутончиками потому что это ваш будущий урожай тем более 2 3 кисть это тоже одни из самых крупных томатов это не макушка которую не жалко если даже и отщипнешь там мелочь а вот эти крупные цветочки первые нам нужно беречь все вот эти томаты я сейчас пройдусь по второму разу разу подвяжу конечно сразу же как я вам говорила что во время подвязки если я вижу что у меня тут пасынки новые уже наросли после первого пасынкования я буду их удалять и буду удалять опять листья которые сейчас покажу видите вот эти листья ушастые которые прям лежат до самой земли вот она ухо свесил листья вот здесь а конец его прямо на земле лежит буду фрагментарно по пол листа обрезать и по пол листа обрезаю всегда всегда в течение всего лета листья которые очень длинные вот у меня у настеньки сильно большие листья сегодня еще не буду есть листья которые вот так вот очень длинные прям до самого прохода и они мешают нашему растению но в каком смысле половинку буду обрезать потому что в такую погоду очень большое количество воды такие здоровые листья испаряют и растению не хватает влаги вот смотрите какая настя стала изумрудно-зеленая и вот эти и пресловутые длинные листья которые летом вытягиваются прям в проход видите уже начали я вот так вот половинку их обрезаю сейчас я еще не обрезаю а потом когда она станет взрослая листья еще здоровее будут и вот с большими листьями нужно бороться вот тут у меня чудо лентяя который тоже мне кажется разрастил свои листья очень-очень посмотрите вот моя ладонь а вот его лист он больше моей ладони раза в два его можно было тоже немножко чикнуть посмотрю и посмотрите какой он какие он дает пасынки ужасно толстые видите какой пасынок а здесь какой пасынок сейчас прям беру ножницы буду все 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 вырезать вот сегодня моя задача освободить вот эти томаты вот это тех на хлебников от толстых пасынков от сильно толстых жирных здоровых листьев которые столько питания потребляют они затормаживают процесс цветения вот завязывание плодов они очень-очень все завязать тормозят их нужно немножко умерить им пыл все до свидания